Алла Новины, Чехия, якобы НАТО никогда не нападет на Россию Ярослав Койзар Алла Новины, Чехия 30 августа 2018 года Якобы НАТО никогда не нападет на Россию Об этом я узнал из телепередачи от какого-то либора дворжака Эта новость меня успокоила Теперь мне не нужно бояться и строить подземное убежище под своим, пока не существующим, домом Значит, я должен впредь думать, что тысячи американско-натовских солдат, дислоцированных вдоль границ России, появились там только для того, чтобы сибирские и уральские тигры, суслики и вороны не могли проникнуть на чужую территорию и тем самым вредить мировой экологии Я понимаю, что тигр, которому нечего есть, может броситься на любого, а русские тигров, конечно, особо не кормят, что суслики могут бегать по взлетным полосам и мешать взлетать мирным самолетам, а вороны могут попасть в их двигатели и тогда трагедия не миновать Не знаю почему, но те же солдаты, которые истерегут пограничные переходы или перелеты от тигров, сусликов и ворон, определенно, сумели бы остановить поток мусульманских мигрантов в Европу Или не сумели бы? Если нет, то их подготовка никуда не годится, и в это не верится не только мне, но и дрозду на высоком дереве в нашем почти горном саду Ведь многие наши известные военачальники прошли курс обучения непосредственно в США и в Великобритании, а там есть большие специалисты по подготовке демократически мыслящих солдат Они то знают, как без шума научить думать по-демократически кого угодно Но, по-моему, постоянное увеличение контингента солдат, постоянное учение близ российских границ и расширение санкций, все это нацелено на то, чтобы спровоцировать Россию Возможно, провокации даже не потребуется Достаточно выбрать удобный момент для инцидента в море, по примеру Тонкинского залива, или заявить о каком-нибудь выстреле с российской стороны, и шестеренки тут же завертятся И я не поверю, что американцы не умеют блефовать и выдумывать разные штуки Достаточно вспомнить химическое оружие в Ираке и шумиху вокруг попытки жестокого режима осада подавить так называемую демократическую оппозицию в Сирии Но, правда известно Концентрировать войска на границах другого государства – это игра с огнем Его может разжечь кто угодно, и тогда уже никто не будет спрашивать, кто враг, а кто друг Особенно это касается нас Мы находимся слишком близко к вероятному по-любое словам о том, что никто не готовит нападение на Россию Я верю так же, как словам гитлеровцев, которые в Мюнхене обещали, что больше не заинтересованы ни в каких территориальных уступках и что главное для них – мир Вскоре после этого мир содрогнулся Кстати, скоро мы как раз будем отмечать годовщину тех событий в Мюнхене Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ